Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать, каким способом мне удалось пройти испытание темного хранителя. Без лишней рекламы и всякой болтовни, погнали! В начале атаки проверьте, чтобы ваш хранитель был поставлен на землю. После этого выпускаем целительницу и сразу же на нее кидаем клонирующие заклинания. После этого выпускаем одну валькирию наверх, одну валькирию вниз. Теперь остается немножко подождать. Приготовьте ваше отзывающее заклинание. Как только шевырятель добьем, необходимо будет кинуть заклинание таким образом, чтобы под него попала и королева, и целительница. С левой части карты выпускаем еще одну валькирию. Возвращаем нашего хранителя на левую часть карты. В этом моменте вы можете использовать сразу же клонирующие заклинания на целительницу. Я сделал это чуть попозже, считаю, что это не совсем правильно. Если не использовать клонирующие заклинания, то швырятель уничтожит хранителя. Либо хранителю придется использовать способность. Снова приготовьте ваше отзывающее заклинание. Используем. Ну и все, остается дело за малым. Выпускаем сначала ледяных големов. Потом ведьм, потом супер валькирии и потом валькирий. Также призываем нашего хранителя. Кидаем скелетные заклинания, а также в кучу кидайте последние клонирующие заклинания. Ну и последний важный момент. Это необходимо будет поражать нашего хранителя в тот момент, как ратуша будет уничтожена. Ну и в принципе на этом все. Остается просто наблюдать, как наши войска уничтожат базу. Друзья, если понравилось видео, пожалуйста, не забывайте ставить лайки. Также подписывайтесь на канал. Кроме того, я постараюсь ответить абсолютно на все ваши комментарии. На этом все. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok